Сегодня мы с вами поговорим немножко про 101-е и 102-е дафы, листы трактата Бава Миция. Это дафь йоми, субботы и следующего первого дня недели. И здесь есть три новые мишны и довольно интересные суги. И во всяком случае, одна из них имеет не так уж редко встречающееся практическое значение. Я в основном переведу мишну, не очень вдаваясь в субью Талмуда. Как я уже не раз говорил, у нас не уроки мамыш по дафь йоми, когда люди изучают сначала до конца весь даф, весь лист Талмуда, а скорее какие-то отдельные комментарии, может иногда синопсис, иногда, если есть мишна, я в основном сконцентрируюсь на мишне. Иногда какие-то новые идеи добавляю, которые в обычных уроках дафь йомичек не услышат. Итак, мишна на странице Куф-Алэф, на дафе 101 на Амудбет, что человек, который сдает другому жилье, если это происходит зимой, он не может его выгнать до Песаха. Начиная с Укота до Песаха здесь, вся зима, половина года фактически. А вот в летнее время он должен его предупредить за 30 дней. А в больших городах у них был закон, что и зимой, и летом нужно было предупредить за 12 месяцев. И также, если речь идет не о жилье, а, скажем, о магазине, тот, кто сдавал кому-то магазин, теперь хочет прервать контракт, то нужно предупреждать за 12 месяцев в любом месте. И тут есть еще мнение Рашбага, Раббан Шамир и Гамриэля, что определенные виды фирм, видимо, где тяжело переезжать, там, те, кто делают, например, пекари и тому подобное, они, да, те, кто красильщики, они там за три года должны предупреждаться. И так приводит Рома в Шухонарахе, это все в главе 312, эти законы. Я не знаю, насколько сегодня многие из этих вещей зависят наверняка от обычая данной местности и от того, как сегодня очень часто подписывают конкретный контракт, лис, да, люди не просто так сдают друг другу квартиры. И поэтому, как правило, все оговорено заранее и подписано, за сколько времени нужно предупредить. И та сторона и другая за сколько времени предупреждает, если хочет сдающий перестать снова сдавать или хочет, наоборот, снимающий уехать. И часто это оговорено в законах данной местности тоже. Поэтому какие-то из этих законов, может быть, не так же работают, но общая идея понятна. Логика за этими вещами такая же, как и сегодня в подобных законах, что невозможно просто человека... Вдруг мне понадобился дом, например, допустим, я сдавал дом, а теперь мне он понадобился, я не могу просто выгнать человека, который там живет. Так что у него не будет времени найти новое жилье и тому подобное. А в случаях определенных профессий это еще дольше занимает все, так сказать, найти человеку, который пекарню имел, да, найти теперь новое здание и все перевести. Как я уже говорил, многие законы Хошин Мишпад и законы бизнеса очень похожи и логичны, и интуитивны. То, что есть в Талмуде и в Мишне, и то, что сегодня в разных странах установлены подобные законы. Следующая Мишна, вот это самое важное, на мой взгляд, здесь Мишна, описывает, что вообще человек, когда сдаёт дом, должен делать для снимающего, и что, наоборот, снимающий делает. Такое говорится так, фактически все, что связано с тяжелыми, так сказать, видами постройки, это обязанность на сдающем. А все, что маленькие вещи, это делает снимающий, в том числе мизузу, как мы увидим, самый важный здесь закон, это отношение к мизузе. Значит, говорится так, тот, кто сдаёт дом другому, тот, кто сдаёт, должен сделать дверь, засов, замок. Все, что делается профессиональная сложная работа, это все делает сдающий. А все остальное делает снимающий. Ну, и тут ещё обсуждается насчёт того, кому принадлежит навоз, я это пропущу, это для нас редко имеет отношение. Но я хотел перевести вам небольшую сугью Талмуда. А именно, говорится здесь в том числе, что снимающий должен сделать мааке. Мааке – это особая митсва, когда Тора говорит, когда ты построишь дом, сделай себе забор вокруг дома, чтобы никто не упал с крыши. И отсюда, конечно, учатся много других законов похожих. Говорят, что когда в Америке ввели обязательство делать ремни в машинах, это было связано в том числе вот с именно этим стихом Торы. Тогда американцы и неевреи тоже хорошо знали Библию, это была самая популярная книга тогда. И вот тот, кто наставил, что был закон, что нужно использовать ремни в машинах, он цитировал этот стих. Забор вокруг крыши известный. Так вот это обязанность, что интересно, у снимающего, не у сдающего. Он там живет, он пусть делает и забор вокруг крыши. И также вот говорится, что мизуза. Мизуза – ховат хадар. Что тот, кто снимает квартиру или дом, он должен вешать там мизузу. И также приводится еще одна брайта, говорится, что тот, кто, как мы уже сказали, тот, кто снимает, должен вешать мизузу. Но когда он уходит из дома, он не должен ее забирать, чтобы следующий жилец не остался без мизузы. Только если там нееврей, да, либо сдающий нееврей, либо снимающий следующий нееврей, тогда он забирает свои мизузы. Так вот этот закон, на самом деле, означает некие сложности на практическом уровне применения. Он относится к нам и сегодня. Во-первых, спрашивают такой вопрос многие раввины. Их спросили, если у человека очень дорогие какие-то красивые мизузы, может ли он их поменять на более дешевые, самые простые, прежде чем уезжать. Если он съезжает с квартиры и не хочет оставлять следующему очень дорогие мизузы. Просто самые дешевые кошерные мизузы он ему купит по 30 долларов, например, а не по 300. И многие раввины это разрешают, в особенности, если он это сделал не в самый последний день, он уже поменял заранее. Второе, это как это практически все осуществить. Вот, допустим, человек переезжает с одной квартиры на другую, и если он оставит свои мизузы на предыдущей квартире, то потом даже если новый жилец ему их вернет и поставит свои мизузы, то ему уже будет поздно, потому что он на новой квартире должен повесить мизузы. Это все очень трудно, так сказать, организовать. На самом деле, если ты снимаешь квартиру, то закон, что 30 дней ты освобожден от мизузы. Но и здесь есть нюансы, есть мнение, и мы обычно ему следуем, что если человек уже контракт подписал больше, чем на 30 дней, то тогда, даже если он только сейчас приехал, сразу должен уже повесить мизузы. Нельзя жить в доме без мизузы, если контракт уже заключен на все 30 дней. Поэтому получается, что если человек сразу переезжает, то ему срочно нужны его старые мизузы. А там еще нет, может быть, нового жильца, чтобы у него с ним договориться. Потому что Рима говорит, что деньги с него можно взять. Если ты оставляешь кому-то мизузы, ты можешь потребовать с него деньги за них, или пусть возвращаете мизузы. Но просто забирать мизузы, не спросив нового жильца, да, станет, хочет ли он свои поставить, или хочет ли он тебе заплатить, ты не можешь. Поэтому чисто на практическом уровне у меня никогда не получалось, каждый раз, когда мы переезжали, мы когда-то, когда я поженился, много раз переезжали с женой, каждый раз приходилось оставлять мизузы на старой квартире, и потом покупать новые на новой. Потому что одновременно как бы все не сделаешь, пока там новые жильцы появятся и с ними договариваются. Поэтому я просто оставлял мизузы, как были. В конце концов, это не самая большая трата, когда человек переезжает, он много денег тратит на переезды, на все. Так, ну, это одна из трат, получается, что ты теряешь все эти мизузы, которые были на предыдущей квартире. Может быть, на 200 или 300 долларов трат, в зависимости от того, сколько там было мизуз. А основные законы мизузы будут на страктате Миноход. Как ни странно, да, необычно, неожиданно, что трактат Миноход, который занимается приношениями храма, хлебными приношениями и мучными, он занимается и законом мизузы. Мы увидим, почему. Всякий случай, вот в Бавилонском тому, где почти все законы мизузы будут там. В русском тому, где основные законы мизузы в конце трактата Мигела. Окей, последняя мишна на сегодня, в конце первой страницы, кувбет. Хамаскира, если человек сдал дом другому, и они договорились, что он за год платит столько-то, они не договорились, сколько в месяц платить, то тогда, если окажется, что месяцев 13 в этом году, да, будет высокосный год, как в этом году, два дара, то придется тогда, соответственно, за эту сумму дать ему все 13 месяцев отжить. То есть, если они не договорились помесячно платить, а договорились, сколько будет плата за весь год, тогда выигрывает, получается, снимающий и теряет, наверное, сдающий, что ему заплатят за все 13 месяцев, столько, сколько в другой бы год заплатили за 12. А вот если он ему за каждый месяц сказал, сколько ты будешь месяц платить, тогда, разумеется, он платит за каждый месяц, если 13 месяцев, то в году он будет 13 раз платить. А был случай, когда они сказали и так, и так, то есть в договоренности было сказано, что будет платить, допустим, по динеру золотому в месяц и за 12 динеров в год. И когда этот вопрос встал перед двумя мудрецами, рабин Шимон Бен Гамлиэль и раби Йоси, то они сказали, что пусть разделят. Раз и так, и так было сказано, то пусть разделят этот 13 месяц и заплатят по половину месяца. И заметим здесь, что халаха не следует мнению этих мудрецов, как заключает здесь Талмуд, мнение Равнахмана цитируется, что карка, земля, она всегда имеет хазаку владельца. Поэтому всегда, когда не уверен, мы говорим, хамоцими хаверуа лаварая, опять тот же самый принцип, который мы уже не раз использовали, что так как земля всегда принадлежит владельцу, то второй должен платить, пока не докажет обратное. Поэтому 13 месяц, если мы не уверены, включен ли он в плату или нет, то нужно платить. И так постановляет Шухана Рух, что неважно в каком порядке были сказаны эти слова, год за столько-то, за 12 динеров, допустим, и месяц за динер, или сначала сказали месяц за динер, потом год за 12 динеров. Во всех случаях мы говорим, что если 13 месяцев, нужно платить за 13 месяц тоже. И, кстати, Рыма добавляет к этому, что если бы это была не земля, а, скажем, человек нанял учителя для своего сына и тоже сказал, и сколько за год будет платить, и сколько за месяц будет платить, то тогда, если тот уже отзанимался 13 месяц, то он не может требовать за это деньги. В данном случае невозможно сказать, что карка, земля, так сказать, принадлежит хозяину. Здесь реальный сафик перед нами, нужно ли платить за 13 месяц отдельно, и теперь хаму цими хаверо ала варая. Невозможно заставить платить. И так же, видимо, в отношении других профессий. Сегодня вообще это редко все возникает, потому что, как правило, люди договариваются по нееврейским месяцам, так как так удобней календарный год. Я думаю, что почти все, кто сдают, например, квартиры, как правило, имеют в виду, и контракт обычно записывают, опять же, нееврейские месяцы. И на этом мы на сегодня закончим. Если вам нравится третьего, пожалуйста, жмите лайк.